Дивизион получил почетное наименование В Московской области состоялся торжественный ритуал присвоения отдельному гвардейскому салютному дивизиону Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина В праздничной церемонии приняли участие начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Николай Першин дочь маршала артиллерии Владимира Михалкина Ирина, а также ветераны, военнослужащие и гости дивизиона В ходе нее был зачитан приказ министра обороны РФ о присвоении дивизиону почетного наименования после чего дочь маршала Ирина передала в дар музею части некоторые из личных вещей военачальника Кроме того, она в честь памяти об отце на территории дивизиона посадила дуб Всецело поддержал идею присвоения приказом министра обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Кужугятовичем Шойгу отдельному гвардейскому салютному дивизиону Западного военного округа почетного наименования имени маршала артиллерии Михалкина сказал в ходе торжественного митинга генерал-лейтенант Михаил Мотвеевский Это был артиллерист от Бога Он с честью прошел нелегкие испытания на фронтах Великой Отечественной войны а в последующие десятилетия многое сделал для укрепления наших вооруженных сил для развития ракетных войск и артиллерии и всегда был верен присяге и долгу достойно служил своему народу Поэтому присвоив его имя уникальному в своем роде салютному дивизиону аналогов которому нет в мире мы будем вспоминать о Владимире Михайловиче еще чаще Говоря про уникальность салютного дивизиона генерал-лейтенант Матвеевский имел в виду задачи которые выполняет эта воинская часть сформированной в 1967 году как взвод салютных установок входивший тогда в состав Таманской мотострелковой дивизии отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Михалкина производит артиллерийский салют в День защитника Отечества и День Победы а также в другие дни по указанию министра обороны РФ Кроме того, дивизион салютует на инаугурации избранного президента РФ В разные годы дивизион салютовал на церемонии закрытия 22 летних Олимпийских игр 1980 года в год 850-летия Москвы и на других памятных событиях На оснащении дивизиона 76ММ Пушкизис 3 образца 1942 года и салютные установки различных калибров на базе автомобиля КАМАЗ На территории дивизиона имеется действующий храм а также функционирует единственный в России музей салютов и фейерверков Коллекция музея насчитывает сотни уникальных экспонатов в том числе и артиллерийские орудия наземные и корабельные салютные установки пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов а также более 30 образцов орудий участвовавших в московских салютах 1943-1945 годов и другого вооружения В минувшие выходные количество экспонатов в музее увеличилось Дочь маршала артиллерии Владимира Михалкина Ирина Владимировна передала в дар музею дивизиона портрет и парадный китель отца а также посвятила воинам-артиллеристам стихотворение На церемонии присвоения отдельному гвардейскому салютному дивизиону имени маршала артиллерии Владимира Михалкина дочь военачальника передала в дар местному музею портрет и парадный китель отца Огромное спасибо, что память о моем отце живет и будет жить в ваших сердцах Обратилась Ирина Михалкина к гостям и военнослужащим дивизиона Для меня огромная честь быть сегодня здесь с вами О людях с такой яркой судьбой в народе говорят Видно, Господь при рождении поцеловал Возможно, этот поцелуй помог папе преодолеть тяжкий путь от солдатского ранца к звезде маршала А путь был действительно тяжкий Ему ж всего 14 лет было, когда началась война Но она его закалила, сделала из него настоящего защитника Родины Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в год 75-летия освобождения Ленинграда Ведь отец практически всю войну провел на Ленинградском фронте Когда в январе 1944 года артиллеристы Ленинградского фронта начали сокрушать пресловутый северный вал гитлеровцев Будущему маршалу артиллерии Владимиру Михалкину шел 17-й год К тому времени он уже стал ефрейтором, кавалером двух медалей за отвагу и за оборону Ленинграда Именно после операции, в результате которой Ленинград был окончательно освобожден от вражеской блокады Он впервые уже как профессионал по-настоящему осознал, какой грозной силой в бою является артиллерия Это в итоге предопределило его дальнейшую судьбу Сегодня, смотря на вас, видя, как светятся ваши глаза, я желаю вам успехов по службе Будьте достойными сынами своей Родины В силу своего возраста о маршале артиллерии Михалкине приходится узнавать Либо от своих командиров, либо из интернета Где о нем большое количество информации говорит рядовой Николай Исаев Когда я попал служить в дивизион, то немного расстроился Хоть я сам из Москвы, но служить хотел где-нибудь подальше от дома и в воздушно-десантных войсках Но, спустя некоторое время, когда освоился и адаптировался Понял, что служу в эксклюзивной воинской части, на плечи которой ложатся задачи государственной важности Утром 9 мая мы дали 11 артиллерийских залпов от стен Кремля Во время исполнения сводным оркестром государственного гимна России А вечером салютовали в честь Дня Победы С маршалом артиллерии Михалкиным судьба сводила меня много раз Признается командир отдельного гвардейского салютного дивизиона гвардии полковник Вячеслав Парадников Первая моя встреча с Владимиром Михайловичем состоялась, еще когда я учился в Коломенском высшем артиллерийском командном училище Те слова Михалкина о честной и достоинстве офицерской службы произвели на меня огромное впечатление Последние наши встречи проходили либо здесь, в дивизионе, куда он часто приезжал Либо на каких-то праздничных мероприятиях И сколько бы мы с ним ни общались, нам постоянно было о чем поговорить Я постоянно с ним о чем-то советовался Ведь его опыт был колоссален Напомним, что маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин родился 30 июня 1927 года в Бобруйске в семье командира артиллерийской батареи С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем Служил в штабной батарее артиллерии 42-й армии Ленинградского фронта В декабре 1944 года окончил краткосрочные фронтовые курсы подготовки офицерского состава Получил звание младшего лейтенанта и был назначен адъютантом командующего артиллерией 21-й армии 1-го Украинского фронта Принимал участие в боях 1945 года на территории Польши и Чехословакии После войны продолжил службу в вооруженных силах С 1953 года командир батареи тяжелых минометов 2-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва В Ленинградском военном округе, начальник дивизионной школы и сержантов В 1962 году окончил военную артиллерийскую инженерную академию имени Ф. Дзержинского И служил в 39-й гвардейской мотострелковой дивизии в группе советских войск в Германии В последующем командовал ракетной бригадой в Северокавказском военном округе Артиллерийской дивизии в Прикарпатском военном округе Ракетными войсками и артиллерией 7-й танковой армии и Белорусского военного округа С 1983 по 1991 год командующий ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск В этот период неоднократно выезжал в командировки в Афганистан, умело руководил операцией по размещению на боевых позициях в ГДР и Чехословакии Трех ракетных бригад в ответ на развертывание в Западной Европе ракет средней дальности «Першинг-2» Многое сделал для развития теории применения ракетных войск в боевых условиях После увольнения в отставку принимал активное участие в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи Являлся президентом Общественно-благотворительного фонда Офицерское братство Будучи генеральным инспектором управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ Способствовал совершенствованию боевой подготовки вооруженных сил РФ Стал инициатором возрождения ежегодных общеармейских конкурсов на звание «Лучший артиллерист российской армии» В Атутинке Роман Бирюлин «Красная звезда»